Екатерина Калинина извиняется за беспорядок. Она с дочерью Анастасии въехала в квартиру буквально на днях. Ремонт закончен, теперь предстоит разобрать вещи и обустроить рабочее место будущей первоклашки. А еще уговорить дочку расстаться с любимой старой кроватью, которой не нашлось места на новой жилплощади. Очень я страдала, у нее своя кровать хорошая была, но, к сожалению, с учетом того, что площади мало, а ей сейчас нужен рабочий стол, собственно, все равно тоже шкаф нужен, какое-то свое пространство. И я пришла к тому, что надо купить ей кровать-чердак. Квартира однокомнатная, приходится чем-то жертвовать. Зато она своя. До этого семья только снимала жилье. Екатерине до сих пор не верится в то, что появился собственный уголок. Купить квартиру получилось благодаря новой для Карелии мере поддержки детей-сирот. В 16 лет Екатерина осталась без попечения родителей и могла претендовать на жилье от государства. Но ждать в очереди не стала. Она взяла сертификат в Минсоце и оформила ипотеку. От начала программы прошло три месяца, и я уже получила свою квартиру. Но тут, конечно, желание. То есть я очень хотела все это реализовать, и соцзащита, собственно, в этом очень поспособствовала. Сумма выплаты – почти 1 миллион 200 тысяч рублей – складывается из средней рыночной цены на квадратный метр по Карелии. Государство оплачивает 18 квадратов. При этом квартиру можно купить в любом городе. Новая мера появилась в январе 2022 года по инициативе главы республики и предлагается как альтернатива. Человек сам решает ждать жилье или, как Екатерина, воспользоваться сертификатом. Такой вариант доступен для тех сирот, кто достиг 23-летнего возраста. В прошлом году квартиры получили 162 человека, оставшихся без опеки. Благодаря новой программе в этом году число новоселов получится увеличить. Илья Лопухин, Станислав Шведов, Служба новостей.